Всем теннис, с вами Павел Кислый, это Больше Ньюз и сегодня в выпуске. Арина Соболенко и Яник Синер снова засинхронились. Каспер Рут уничтожил простуженного Алькараса. Андрей Рублев и проклятие итогового. А также главный факап последних трех лет в ATP-туре. Перед тем, как начнем, напоминаю вам, дорогие зрители, что абсолютно каждого нового пользователя в приложении нашего постоянного партнера WinLine ждет гарантированный фрибет в размере трех тысяч рублей. Переходим к новостям. В момент дня попадает рыжеволосый итальянский парнишка в костюме Коротобой, который делает селфи с Карлосом Алькарасом. Карлитос не смог удержаться и отметил невероятную схожесть мальчишки и Синера. Вначале Алькарас сказал «Синер, да?», а потом на испанском отметил «Он как Синер». Ситуация получилась очень забавной и довольно ироничной. Идем дальше. Арина Соболенко получила заветный трофей первой ракетки мира по итогам сезона. Арина провела фотосессию с кубком и записала для своих фанатов видео, где поблагодарила их за поддержку. И также вчера свой кубок первой ракетки мира получил Яник Синер, который стал первым итальянцем в истории ATP-тура, кому удалось завершить год первым. На церемонии награждения присутствовали родители Яника. Мама не смогла сдержать слез и расплакалася. Когда это видео показали Синеру, он сказал, «Я видел, как моя мама плакала. Это было очень мило. Только они с папой знают, на какие жертвы мы пошли как семья». На самой же церемонии награждений итальянец поблагодарил всех близких и родных, а также всю свою команду, благодаря которым это достижение стало возможным. И вот снова Арина Соболенко и Яник Синер буквально в один день добиваются одинаковых успехов. Напомню, что в сезоне 2024 Арина и Яник победили на Австралии на Open, в Цинценнете, на US Open и завершили сезон первыми. Совпадение? Вопрос остается открытым. А теперь давайте перейдем к обзорам матчей мужского итогового. Первыми на аккорд вышли Карлос Алькарас и Каспер Рут. Давненько они друг с другом не играли. До вчерашнего дня, аж в октябре прошлого года. Фаворитом встречи шел Алькарас, особенно учитывая серию поражений норвежца. Из восьми своих последних матчей Каспер проиграл семь. И в принципе никогда в рамках основного тура ATP не обыгрывал Карлитаса. Несмотря на обжигающие приемы в начале встречи, в первой партии борьбы совсем не задалось. Рут уничтожил испанца 6-1. А вот дальше стало интереснее. Карлос активно включился, нарастил процент попадания первым мячом, стал четче и сильнее пробивать, на приеме давал прикурить Касперу. Но вот как только дело дошло до решающих мячей, Рут продемонстрировал свои нордические корни. Каспер ушел с 2-5 и одержал победу в матче 6-1-7-5. По ходу матча Алькарас несколько раз брал салфетки и высмаркивался. Все дело в том, что Алькарас реально заболел. За несколько дней до приезда сюда я заболел. Когда тренировался в Турине, то чувствовал себя хорошо. Не очень хорошо, но пойдет. Я мог играть, держаться в розыгрышах. В матчах, очевидно, все по-другому. Но сегодня мне стало нехорошо. Утром у меня появилось неприятное ощущение в животе. Знаете, я не хочу слишком много об этом говорить, потому что не хочу, чтобы это было оправданием. Но если мне плохо, то плохо. Каспер Рут знал про болезни Алькараса, и вот как он высказался по этому поводу. Я знал, что Карлос немного простужен. Видел, как он шмыгал носом, постоянно ходил с салфеткой до матча. Это говорит о том, что, наверное, он чувствует себя не на 100%. Конечно, это грустно и нехорошо для него, но это часть игры. Я старался затягивать розыгрыши и показывать свой лучший теннис. Это не просто, когда знаешь, что соперник не готов на 100%. Начинаешь думать, это же такой шанс победить. Я старался оставаться в моменте. К счастью, начало получилось удачным, а потом я перевернул игру и здорово провел концовку. Что ж, желаем Карлитусу как можно скорее поправиться, а Руду продолжать в том же духе. Теперь ко второму матчу. Андрей Рублев против Саши Зверева. До вчерашнего дня последний раз они играли на итоговом. В прошлом году тогда победил Зверев 6-4, 6-4. И сегодня точно с таким же счетом Саша отпраздновал седьмую победу над Андреем. Немец оформил 9 эйсов, 22 винера и 7 из 7 успешных выходов к сетке. Игра в двух партиях была равной до счета по четырем. Затем Рублев подпускал Зверева к брейкпоинту и Саша тут же его реализовывал, а затем брал гейм на свои. После матча Зверев у сетки сказал Андрею, давай удачи, ты все можешь. Для Рублева это поражение стало пятым подряд в двух сетах на итоговом турнире. Ну и напоследок про главный облом в ATP-туре за последние три года. Вы выиграли награду ATP в номинации лучшие волосы. У меня лучшие волосы? Так они сказали. У него лучшие волосы? Что это, черт возьми, такое? Я не имею отношения к выбору. Я растил свои волосы три года специально для этой награды. Ай, да ну вас, я никогда не выиграю. Я отдам ее тебе. Спасибо, я выиграл эту награду. Не, я шучу. Я удивлен, у меня нет слов. И теперь я больше не счастлив, потому что Саша забрал ее меня. Спасибо. Ну вы поняли, ждем от вас в комментариях версию, чьи волосы круче, Синера или Зверева. На сегодня это все, большое спасибо за просмотр, поддержите видео лайком и подписывайтесь на большее во всех соцсетях, где вас ждет эксклюзивный контент прямиком из Турина от Динары Сафина, Евгения Донского и Софьи Тартаковой. С вами был Павел Кислый, всем теннис, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok